всем привет шоу маршрут и мечты илья гордеев вова капри каждый наш выпуск это виртуальное путешествие в новый регион россии мы в него окунаемся вытягиваем оттуда все самое интересное и вам рассказываем естественно конечно мы сами не справимся у нас есть ребят которые совсем недавно путешествовали снимали там видосы которые мы сегодня будем вместе с ними смотреть и как бы изучать россию это наши респонденты но не только они так могут сделать вы тоже можете и попозже расскажем каким образом все секреты раскроем этот выпуск про крым он настолько насыщен локациями природными достопримечательностями что мы будем разговаривать на несколько часов слушаю реально я вот с тобой согласен мы сейчас созвонимся с ребятами которые выиграли ваучера проекте больше чем путешествие и отправились в крым для них это просто ну идеальное время они потому что там знакомятся друг с другом а это же лучше тревел когда ты не один а с кем-то а дружба которая образовалась во время путешествия совместного она самая крепкая этому есть какой-то научный научный пока нет но вот ты можешь написать доклад где-нибудь выступить может быть тебе даже ваучер подарят и начнешь путешествовать по россии все начинаем звоним не терпим мы говорим сегодня про крым да сегодня мы свяжемся с ребятами которые были в крыму были совсем недавно и они нам расскажут что им запомнилось насколько я знаю программа была просто сумасшедшая посетили все города сколько они там были ну судя по программе 9 до а сколько на кто-то мог остаться нет кто-то мог остаться а кто-то мог слиться типа заразу сразу уехать от перенасыщения я уже не успеваю все это запоминать я сейчас все забуду поэтому давайте ко мне 4 города остальные вернуть другой раз посмотрю да уж я в крыму не был я тоже ни разу не был в крыму но поэтому мы вот сегодня созваниваемся и узнаем как оно там вообще а у нас на связи ли санка да я здесь я на связи слышно да отлично слышно ребята да и действительно с удовольствием вам расскажу о крыме чтобы следующий раз вы обязательно там побывали вы сначала ли сан расскажите пожалуйста вы как в крым вообще попали вы что сделать куда ваучер куда поездка то чего все началось меня зовут лица салиманова я из уфы и участвовала в конкурсе мастера гостеприимства отраслевой конкурс 2020 2021 году стала победителем этого конкурса ну и как другие победители была награждена путевкой когда я увидела среди остальных туров что есть тур в крым я сразу безоговорочно поняла что именно туда я и отправлюсь мастера 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 гостеприимство гостеприимство это знаете вы бы что делаешь какой-то проект был как а конкретнее немножко да в этом году я участвовала со своим сельским туром он называется в гости к бабушке это такой сельский стартап и это не театрализованное представление о настоящей тут настоящей бабушке в деревню знаете с полным таким погружением в этот процесс с гастрономическими там изысками настоящими у бабушки это знаете семьдесят четыре процента у нас россии практически все живут в городах но вот я тоже в городе живу в уфе но съездить деревню вот так даже в рамках тура очень хочется там посмотреть на настоящих животных окунуться в астрономию вернуться к истокам и так далее вот этим туром я и участвовал но мне очень нравится словосочетание сельский стартап вообще вообще звучит очень круто сразу цепляет да да только вот этот названием у меня сельский стартап и в их тоже классный мне очень нравится что-то трушно как как уже сказала и что они это не постановка не театрализованная да да то есть у вас есть дивизия бабушка разных городах россии в разных деревнях россии и они значит встречают гостей у себя организованные туры пока это один тур но я 15 декабря запускаю как раз курс чтобы таких бабушек стало как можно больше потому что знаете очень много активных бабушек которые хотят не пообщаться мы научим бабушек как делать сельские туры действительно заслуживает ваучера прям ну вот по-любому значит дали вам ваучер посадили в самолет полетели в крым и тут началось тут началось просто что-то невероятное я не ожидала но я видела конечно программу но не ожидала что крым откроется настолько разнообразным то есть вот как представляет себе крым люди которые может быть не были в крыму да и представляет что это пляжный отдых может быть немножечко экскурсионный отдых ну а здесь я увидела практически но все вы знаете каждый день был просто уникальным и неповторимым наполненным экскурсиями впечатлениями новыми джипы и гонные туры и прогулки на ялике но наверное одним из таких ярких и открывающих для меня крым это было путешествие в керчи в феодосия во-первых когда мы говорим о крыме у нас сразу что представляется как керченский мост правильно да и этот керченский пролив да и вот в рамках нашей экскурсии как раз таки было помещение крепости татлебина крепость форта она была построена в 19 веке для защиты керченского пролива в результате того что был заключен парижский мирный договор по условиям этого договора россия не должна была держать флот на черном и на азовском море но вот о керченском проливе никто и не догадался ремарочку внести в договор и так возникла эта крепость и действительно оттуда происходила охрана российских морских границ вот эта крепость она сыграла большую роль и и в 19 веке и также во время великой отечественной войны вот и знаете это такое уникальное место во первых с этой крепости можно увидеть сразу два моря и пролив одновременно там такой панорамный вид отличный слева азовское море моста великолепный этот керченский пролив справа черное море виды вот только ради одного этого вида стоит подняться на вот с вашей точки зрения вот именно как вы увидели черное азовское чем они отличаются знаете вот для меня у меня там от этой красоты все поплыло перед глазами поэтому для меня это было просто бесконечная красивая морская гладь до которых лево справа и вот посередине этот мост и еще там курсирует прекрасные белые кораблики в общем это было просто замечательно и я слышал море оно такое спокойное такое тихо азовское прямо так оно немного его колбасит на драйве да я азовское море колбасит немного вот вы правильно сказали что вот этот момент мне нужно вернуться в крым и выяснить добраться до азовского добраться до черного мы же были в ноябре месяца мы там не купались в море еще поэтому вот с точки зрения там волн да я пока еще оценить не могу но я для себя уже галочку поставила что обязательно нужно посетить конечно ну вот конечно да было была какая-то активная часть когда вы не просто смотрите вот вот глазами так направо налево а делаете что-то своими руками может быть кушайте может быть феодосии это было смотрите феодосии мы очень великолепно пообедали вот во первых что что поделали мы прошли путь 432 ступени по лестнице метридат а это вам может сказать тоже наверное мастер-класс горы да нет мы на самом деле поднялись в гору на транспорте у нас был трансфер а вот спускались мы уже по этой широченной легкий путь вы даже приятно спускаться конечно по лестнице можно и кубарем и при этом еще надо посчитать грифонов сколько там грифонов на этой лестнице так чтобы на лету еще считать надо было сколько насчитали слушайте тут вот как раз таки квест получился у кого-то их 8 кого-то 9 надо точную дату точное количество их еще уточнить надо картинка с платьем же есть какого цвета платья кто-то видит одно кто другой кто-то 8 грифонов и кто-то 9 да видимо кто-то какого-то грифон не замечает на самой горе мы посидели на кресле где сидел пушкин на самой горе метридат но узнали историю древнегреческого босфорского царства то есть помните там из курса школьного вот эти все древнегреческие мифы трагедии которые романтизируют древнюю грецию и вот вот мне лично я еще грецы не было но хотелось побывать в греции вот у меня было такое ощущение что я побывала в греции побывал в крему и для меня вот это прямо было вау открытие поэтому я там могу грифонов ошибаться мне кажется от этого ценность крыма не изменится количество грифонов если я ошибаюсь вот там древний город который сейчас ведутся раскопки до сих пор еще вот вот потом уже потом уже мы спустились по лестнице метридат и увидели одну из первых церквей на территории церкви она предпечи она относится к восьмому веку есть предположение что смотрим видео и узнаем насколько крым и греция похожи хоть мы тоже не были в греции и в крыму не были но просто тут для сравнения будет у нас видос надеюсь она включится в лета и чек там и к миксу и сам мой бой первый наш экскурсионный объект который мы посетим в этом из фиоленции меня снимаешь я так скажу у нас были разные блоги разные видео где там и студенты тусовались и подростки и это самое динамичное я вам скажу самое такое под подвижное и прогрессивное было из всех которых мы видели да уж а вас там основном взрослые были до люди я так понял в крым в крыму то представители победители двух конкурсов это учитель будущего ребята молодые там 19 20 24 года ну и вот мы чуть постарше скажем так и при этом кому больше крылья то и другой аудитории крым зашел любой аудитории знаете в рамках полезной программы мы даже разрабатывали специальный молодежный тур по крыму поэтому он подходит абсолютно для любой аудитории от лет до серебряного возраста да и до молодежь который хочет в крым вот топ-3 там города локации которые нужно посетить ребятам там студентам ну я думаю что это конный тур акая обязательно он должен быть потому что это это круто это супер а это тот же самый крест от лебен потому что здесь есть как раз и вид на керченский мост и все-таки это может так и даже знаете рамках instagram тура делать да я тут был а как же так вот для меня вот тогда я увидел это это было как раз таки и для всех остальных ребят я тут был несмотря на то что очень много интересного было про эту крепость там где мы ходили по катакомбам самое интересное было отметиться я тут был и вот этот мост и вид так и я думаю что это обязательно должен быть джип-тур какой-то классный потому что вот джип-тур у нас там на пятый день по моему был зашел всем и молодежи в том числе листан в принципе у нас все сейчас к нам придут уже следующие участники посмотрим как они отзываются о поездке в кры посмотрим что они нам расскажут о каких локациях вам большое спасибо что нашли время вышли с нами на связь и поделились своим сельским стартапом он реально вот вообще без шуток очень классный я очень надеюсь что у вас все получится и мы действительно когда-нибудь можем поехать на экскурсии которые будут организовывать бабушки у себя в деревнях в гости к бабушке приезжайте хорошо спасибо всего доброго спасибо до свидания но дает да а реально вот у меня вот нет бабушки деревне ну вот не нема да тоже и мне поехали я как-то вроде в детстве еще куда-то что-то мотался а потом меня вообще никогда не было этой деревенской жизни вот я помню когда я учился в школе у меня все одноклассники стабильно ну я на выходных в деревню я себе тут деревню так представлял чтобы типа у меня все одноклассники в одну деревню заваливаются и капец он там весело а вот в деревне в деревнях я никогда не был и в лагерях детских тоже я никогда не был и не понимал куда это все рвутся почему все мои одноклассники либо в лагере либо в деревне все лето в рамках программы развития молодежного туризма 50 тысяч человек отправиться в путешествие до сентября 2022 года присоединяйся к проекту больше чем путешествие участвуй в конкурсах и получи возможность оказаться в самых отдаленных уголках нашей страны к нам подключилась лера она тоже ездила в крым сейчас узнаем понравилось ли ей по подниматься спускаться по ступеньке раз узнаем где успела побывать лера потому что программа была очень как мы уже с илюхой сказали большая долгая целых девять дней и вот что тебе больше всего лет запомнил можно сейчас вот забегу вперед потом забегай до вера у тебя на шее ключик от твоего сердца который еще никто не забрал или ключик концерт своего парня который у тебя уже есть скажи пожалуйста это ключик от моего сердца я сама забрала его сама забрала и никому ну ты отдать кому-то хочешь или ближайшее время ключик висит на шее нет для себя никому не отдам кому не отдам смело а ну как бы ну ладно хорошо тогда давай про крым как тебе что запомнилось о чем ты хочешь рассказать хочу сказать что классно очень много мест посетили и я наверно даже не все места запомнила ну в плане вот если мне сейчас скажете перечислить все места я прям сразу не перечислить надо будет прям подумать потому что и было слишком много прям совсем залезть да надо будет обязательно да да фотоплёнку да мне кажется моя память телефоне уменьшилась не знаю во много раз после этой поездки потому что и видосы с крыма а да блин я даже ничего не удалила потому что вы не могли все слишком классно я тоже фотографии которые вот долго лежат лежат я вроде уже все выложил социальные сети но вот из фотоплёнки но не могу я удалить ну как же я буду без этих фоток и виду до ощущение что я вот когда-нибудь сяду и буду сидеть вместе своими детьми с семьей и все показывать им ну давай я в каждой поездке есть что такое что как сколько во время не прошло ты это никогда не забудешь будешь пересказывать 15 раз давай да есть такая вещь мы ходили в поход в пещерный город и наверное самое что нам больше всем я думаю не только мне эти другим участникам которые были вместе со мной запомнилась спуск после этого замечательного похода по пещерному городу потому что мы как-то не тем путем пошли и спуск у нас был слишком крутой и мы практически можно сказать на пятой точке скатываясь этого это вот сейчас вот тут все и закончится ну вот хотя бы на чуть-чуть вот он мой конец в крыму да нет не было просто я подготовленный человек я по ходу люблю ходить и до этого ходила у меня были до этого похожие ситуации наверное тогда было это было приблизительно такая же страшная ситуация как у меня когда-то было до этого ну закончилось все хорошо да да конечно даже смешно за руку ни с кем не держалась потому что ключик только твои ты никого не собираешься перед за землю держалась самое оптимальное мы спускались был закат кстати спускались зато с красивым видом вот как раз во время заката и кто-то из ребят шутит будет прикольно если это все ради того чтобы нам внизу что-то показали мы спускаемся все уже просто думаем хорошо что доползли уже хочется лечь отдохнуть да наш экспрессовод не показывает на автобус она начинает рассказывать экскурсию про если честно не помню уже что было за место потому что нам наверно всем не до этого места было да 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 вы кайфанули или стрессанули больше да наверное того и другого было достаточно всего этого это круто иммерсивно это всегда больше запоминается да конечно на все органы чувств и плюс когда вы стрессуете вместе с другими людьми это вас еще сильнее сближает блин кстати вот могу сказать что наверно нас вот этот день тогда очень сильно сблизил потому что некоторым людям было прям страшно спускаться и мы друг друга сильно поддерживали в этот момент я не помню уже что было за место потому что нам наверно всем не до этого места как-то романтично поддерживали вот может быть искры какие-то между вами у нас женщина очень много в коллективе было я думаю романтических отношений там не могло приведет вопрос хотел задать до истории вот история хорошо послушать хотел спросить да ты ведь сама выбрала поездку в крым когда тебе подарили ваучер у тебя был выбор поехать вот какой был выбор краснодар калмыкия и крым просто я хочу сказать что только в крыму программа девять дней ты знаешь это мне казалось что нет остальных городах вот мы сегодня созваниваемся с ребятами три дня четыре дня два у кого-то так что вы випы вы вообще вам повезло 9 да нет это там был выбор у некоторых это в зависимости от того какой ваучер это лично мое мнение у нас есть видео с крыма с вашего путешествия посмотрим его заценим и вернемся в студию и слушай колеют рыба за рыба идет и представляешь ну столько живности и рыба тебе так ярко так все сочно такой контраст или что-то голубое и что-то зелененькое и желтенькое вот прямо то реально все видели реально все было да да все было всего лишь минутный ролик по 9 дневное путешествие я гордеев ну что ты как будто не работал на тиви это кайф это кайф спасибо тебе большое а то мы все как бы со взрослым со взрослыми они сама знаешь забывают вот поэтому все давай пока пока мы дальше погнали пока рубрика факты самая популярная улица в крыму это набережная ялты в год по ней прогуливаются свыше 700 тысяч человек не считая самих местных жителей в крыму проходит самый длинный троллейбусный маршрут на планете он ходит от ялты до симферополя его длина 86 километров рекордсмен по количеству памятников в крыму это город-герой сила стополь там насчитывается больше двух тысяч пятнадцати памятников истории культуры и античности в крыму находится одна из самых мощных мире электростанций на солнечных батареях и так у нас на связи алдар который расскажет нам про крым алдар вот про что ты хочешь нам рассказать что тебя зацепило что у тебя больше всего запомнилось на какие фоточки в своей фотопленке ты дольше смотришь с какой локации массандровский замок это резиденция александра 3 замечательное место в котором нам удалось бывать фотографии там удивительные замок с интересной историей потому что владельцы его к сожалению погибали при его строительстве при его эксплуатации но тем не менее он величественным он красив я считаю что хорошая антистаграмное место вот стоит побывать стоит посмотреть что касается замок а вы там чтобы просто смотрели фоткали или что-то делали были ли у вас какие-то активности там у нас была там экскурсия были фотографии ну и конечно экскурсия с угоном немножко в историю потому что наш экскурсовод как раз таки фанат истории привил любой и куток заводом не все фанаты скуки на гнездо ласточки на гнездо там как это прям по вам визитная карточка крыма я когда вижу это место просто схожу с ума тебе как ласточки на гнездо ласточки на гнездо а мы видели лишь на расстоянии потому что мы туда не подъехали сейчас она на реконструкции дело в том что в ноябре крым то вообще странно посещать да потому что все таки на больше летний отдых но тем не менее можно что-то посмотреть нам не повезло в плане того что там реконструкция мы видели его издалека из смотровой площадки вот где обедали а выглядит она шикарно по-прежнему даже в ноябре несмотря на паспортную погоду фотографии там получаются замечательные если особенно поставить руку и на фоне ласточки на гнездо такое ощущение складывается что ты его держишь тоже вот такой лайфхак на фотографии если вы не попали туда можно с смотровой площадке его посмотреть круто давайте сейчас посмотрим видео которые снимали в крыму с вашей поездки у нас есть пару видосиков на полете на мачке получится где-то там далеко-далеко как тебе в роли горной козочки как тебе угодно так из набирал родни и отбирал не чё не улыбаешься илья я за дорогу улыбался где алдар да да это что за метод такой был изображен на видео где попа виляет а то что это к чему дело в том что у нас очень опытный экскурсовод которая делилась лайфхаками как подниматься в этом каньоне когда острые углы когда угол до высоким него взбираться когда не за что удержаться да там не всегда есть за что удержаться можно и если заболит спина заболят ноги и руки плечи можно вот потрясти как было продемонстрировано на видео и все сразу как отлегло ты знал да это метод не реально просто первые сушат прикольный метод то есть такой встаешь начинаешь тверкать и все нормально сразу все полностью все разгоняешь приглас вот там девчонки радовались а как ты выиграл ваучер и как попал в крым собственно как тебя пригласили что случилось вдруг такое выиграл ваучер посредством победы в конкурсе учитель будущего студента и вдруг поле второй год уехав на крайне крайне север у нас сейчас заполярье сейчас глубокая ночь солнышко раз я вычеркиваю знаете спячки резко проснуться безумно был рад эта победа именно в участии учитель будущего и как раз таки поощрительная поездка от платформы на все стороны возможностей за победу именно на круто безумно благодарен как вы понимаете это что-то из ряда выбраться отсюда в теплые края дорогого столь класс алдар спасибо тебе большое нас уже ждут следующие участники которые в очереди на видео звонок с нами поэтому мы с тобой прощаемся пока пока что вышел с нами на связи и желаем тебе побольше ваучеров спасибо привет и анал привет привет у нас на связи уже аня которая тоже съездила в крым и нам сейчас что-то расскажет аня привет привет всем привет привет мы знаем что ты была в крыму целых девять дней и мы знаем что ты очень хочешь с нами поделиться информацией о своем топе локаций в крыму поэтому вот давай мы передаем тебе микрофон говори что угодно желательно все позитивное расскажи нам про крым так чтобы мы с илюхой наконец туда поехали первый раз жизни а в этом еще не были очень жаль это срочно нужно исправлять вот и первое наверное с чего я советую точно начать это южный берег крыма потому что там ялта там лупка и там реально такой движ для молодежи и там есть на что посмотрите с культурной точки зрения это воронцовский дворец и вадийский дворец если вы будете в питере в петерготе для молодежи какой движ в крыму в ялте вот именно я думаю вся молодежная движуха но какая прогулки слушайте ну как минимум да прогулка по набережной ялты с кучей уличных музыкантов с классной музыкой с классной компанией там люди предрасположены к тому чтобы пообщаться потусить вместе попить песни поэтому даже такая простая прогулка в таком чудном месте может оказаться классным событием давайте посмотрим видосики из крыма у нас они есть они готовы точение культуры религии истории где за каждым пустом вас ждет или античные истории или период берег отечественной войны на самом деле приезжать нужно не только на пляжный отдых она и знакомится с культурой и знакомится с историей я уже даже немножко грущу что осталось по-моему совсем всего три дня что мы скоро разъедемся но я думаю что такое предшествие на себя останется в моем сердце и я еще обязательно вернусь в Крыму мусор убирать заставили мне очень нравится видос из Крыма они я не за либо у вас оператор очень крутой либо просто там настолько все красиво там голубая вода в каждом кадре какое-то движение вот по операторским правилам снято все правильно да нет ни одного статичного кадра то есть не просто кошка окошку перед которой вываливают кучу еды да 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 респект оператор да крутой был оператор крутой был фотограф ну да они его звали если вам это о чем-то скажет скину контакты если нужно мусор ну не то что заставили убирать это была наша инициатива вот мы хотели просто помочь местным чтобы сделать их к пляжу чуть-чуть почище нам было только в кайф типа вы те туристы которые не оставляют после себя наоборот убирают спасибо за инфу мы идем дальше спасибо большое всем пока спасибо всем пока и к нам подключилась юлия которая тоже побывала в крыму и мы очень надеемся что сейчас юлия расскажет нам про севастополь симферополь еще я знаю про такой город как алубка еще есть алушта вот выбирайте любой из этих городов юлия и рассказывайте о нем сколько захотите расскажу наверное сначала про севастополь потому что на самом деле а для многих ассоциация с крымом это принципе пляжный отдых а для многих кто там принципе не был и а для тех кто еще не знаешь это на первых это огромные истории истории не только наши страны связаны с великой отечественной войной с гордом севастополь с нашими большим таким оборонным портом но и возможность посмотреть действительно большую историю начинающиеся с древнего херсонеса как действительно жили люди с таким замечательным видом они жили какие замечательные построения самое главное что было в нашем больше чем путешествие это отлично подобранная команда потому что каждого экскурсовода хотелось слушать а хотелось прожить вместе ту историю которую он рассказывал а на самом деле среди нашей группы были очень много разных участников и а когда нам рассказывают про древний херсонес тут же обращаются крымской войне тут же говорят про то что наступали немцы а на самом деле понимаю что вообще все события наверное происходили вот именно этом полуострове вся историческая часть которая интересно значимое становление современной россии принимала участие а мы подумали что на самом деле все сосредоточение всех событий она была именно здесь на самом деле место уникальное есть за что воевать на самом деле что бороться и вся так была там же у нас была полезная часть то есть они просто мы были участниками культурно-познавательного тура мы еще и какой-то полезную лепту внесли мы занимались уборкой уборка от пластика вот про уборку интересно давайте побольше про уборку что убирать и где а мы убирали территорию береговую линию у константиновской батареи нет это же получается достучаться до каждого о том что антропогенное воздействие на окружающую среду туризма но громадные и то что выбрасывает что-то достучаться до каждого еще раз то есть антропогенное воздействие она огромная от туризма на окружающую среду и каждый кто участвует в туризме каким-то образом должен понимать о том что какой след он заставляет не только впечатление которое он получает от экскурсионных программ и посещения разных мест но и а что он оставляет в природе по крайней мере я не ожидала того что штор на самом деле выбрасывает большое количество пластика на берег и это все-таки это люди это туристы это вот то развитие территории которые все говорят давайте любить туристов давайте приглашать я понимаю очень многие территории которые говорят туризм нам не нужно мы хотим жить в своем таком комфортном месте в своем комфортном мире где у нас все чисто где уважают наши традиции где природа постаралась именно для нас а севастополь его если бы вы не знали в каком вы городе находитесь вы в севастополь по его внешнему виду смогли бы отличить от любых других городов и если да то как во первых это памятник затопленным кораблям наверно та самая визитная карточка которую все даже не посещая севастополь об этом все знают это колонны графской набережной при выходе к морю который тоже все знают это матросский бульвар по которому гуляет очень много туристов для меня наверное знаковые остались именно эти моменты по прогулку юля и последний вопрос как вы получили ваучер как это как вам это удалось а я победитель всероссийского конкурса мастера гостеприимства который проходил 2021 году победила в компетенции в сфере в отраслевой сфере туризма а я занимаюсь туризмом относительно недавно практически пять лет руководила туризмом будмуртской республики до марта 2021 года сейчас я возглавляю проект новость по развитию внутреннего туризма мастерская гостеприимства спасибо вам большое за информацию про крым про туризм в удмуртии ну мы с ильей были наверное полтора два года назад и можешь когда можем сказать что туризм в удмуртии великолепны вообще мы были там не сильно просто кайфовали спасибо вам за это не знаю как бы к этому мы надеюсь надеюсь да очень спасибо очень прижиг на поболтать всего доброго пока пока ты заметил да про крым взахлеб рассказывать до крым огромный и достопримечательностями он просто насыщен его так вот с места в каньон за один день не посмотришь мало конечно да даже двух дней мало трех дней тут нужно ну недели две ну или хотя бы дней 10 чтобы посидеть просмаковать его прочувствовать так вот не торопясь что собственно и сделали наши респонденты участники программы больше чем путешествие они прочувствовали крым доказали что с помощью своих навыков достижений своей активности можно получить ваучер на поездку в крым вовка при илья гордеев маршруты мечты